Привет, друзья! Сегодня представляю вам бельгийский Эль Кюве Де Строльс от семейной независимой фивоварни Бразери Дебуисон. О бельгийской пивоварне Бразери Дебуисон я вам уже рассказывал в своей видеодегустации по номерам 68. Рекомендую обновить в памяти. Пиво от Кюве Де Строльс впервые было сварено в 2000 году на дочерней Бразери Дебуисон мини пивоварне Лебрезе Темпс из городка Лувен-Ланев. Сорт оказался настолько популярным, что вскоре его производство было перенесено на основные мощности пивоварни Дебуисон. Это Эль, то есть пиво верхового брожения. Технология производства включает такую особенность. В конце варки в сусло добавляется высушенная апельсиновая цедра. Нужно отметить, что данный сорт пива пользуется огромной популярностью в Бельгии. Здесь немаловажную роль сыграл, конечно же, маркетинг. Образ тролля с головным убором в виде шапки хмеля очень метко пришелся по душе среднестатистическому бельгийцу. Всем известна давняя национальная симпатия бельгийцев к этим сказочным героям. Его образ присутствует на всевозможных аксессуарах, одежде, белье и брелоке. У меня оригинальный бердекель, тоже своеобразный аксессуар. Выглядит он вот таким вот образом. Содержание алкоголя в данном 47%, плотность его 15%. Бутылочка емкостью 0,33%. Выглядит вот таким вот образом. Бутылочка коричневого стекла. Овальная форма фронтальной этикетки. На черном фоне нарисован тролль. Название сорта. Кведе строльс. Контр-этикетка выглядит таким вот образом. Также есть этикетка на горлышке с гербом пивоварни «Дюбуйсон». Очень красиво и презентарельно выглядит данная бутылочка. На крышечке тоже изображение тролля и название сорта пива. В составе у него вода, ячменный солод, сахар, хмель и дрожжи. Рекомендуемая температура его подачи 8-12 градусов Цельсия. Цвет у него такой туманный, золотисто-желтый, соломенный, мутный. Довольно интенсивная карбонизация, состоящая из очень мелких пузырей. В свою очередь пена не очень высокая, но довольно устойчивая. Состоит из среднего размера и большого размера пузырей. Выглядит как классический бельгийский PLL. У него легкий приятный аромат, с зерновыми и цитрусово-фруктовыми нотами. Здесь апельсин, лимон, абрикос, ананас, банан, хлебно-дрожжевые тона, цветочные оттенки ароматического хмеля. Давайте пробовать. Вкус у него солодовый, гладкий, довольно освежающий. Здесь свежий белый хлеб, цедра апельсина, белый виноград, медовые ноты, травяные цветочные тона. Во вкусе также можно уловить присутствие ананаса, груши, банана, других экзотических фруктов. Хмелевая горечь не интенсивная, но приятная. Тело среднеплотное, довольно питкое. После вкусе сухое, такое солодово-фряное, с цитрусовыми тонами и деликатной горчинкой на финише. И все это очень удачно оттеняется легкой кислинкой. Алкоголь не чувствуется, проявляется только согревающим эффектом. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Резюмирую, очень хороший представитель бельгийских pale alien, так называемых блондов. Давно не дегустировал бельгийцев и, наверное, за ними уже очень соскучился. Производитель называет это пиво высокоусваиваемым и неотягощающим в желудок. Добавлю лишь, что мне нравится пиво данного стиля. Это когда-то было как любовь с первого глотка для меня. Конечно же, я рекомендую данный сорт пива для дегустации. Регулярная стоимость данного сорта пива в бутылочке 0.33 в Украине порядка 45 гривен. И это приблизительно 1 доллар 73 цента на американские деньги. Я его приобрел по акции за 35 гривен и 95 копеек. И это приблизительно 1 доллар 38 центов. А на этом у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал, заходите в мою группу ВБК, ссылка внизу. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, будет интересно. Пока-пока, друзья!